Здравствуйте! Вы любите игры? Я тоже. И прямо сейчас я представлю вашему вниманию одну очень интересную игру. Знакомьтесь, армянские шашки. Только на первый взгляд кажется, что они похожи на обычные шашки. Неужели вы не обратили внимание на колоссальную разницу? В армянских шашках первые полоски клеток свободны. Но и это еще не все. В отличие от обычных шашек, здесь шашки бьются не по диагонали, а по вертикали и по горизонтали. Вот теперь все. Если вы откроете страницу «Армянские шашки» на сайте Википедия и заглянете в раздел «История возникновения», то там вы прочтете только одну загадочную фразу. Армянская шашечная игра возникла в глубокой древности. Ну, кто бы сомневался. Скажу вам честно, я перерыл огромное количество разных ресурсов в интернете, просматривая историю возникновения шашек. Везде выходят линющие полотенца текстов о том, что в шашки играли еще в Древнем Египте, о том, что шашечная доска была обнаружена в гробнице фараона Тутанхамона, о том, что в Древней Греции создание шашек приписывали богу Гермесу, о том, что шашки в их современном виде появились в Европе примерно в 12 веке. Про армян, естественно, ни слова. Ну, кого это волнует в стане наидревнейших? Кстати, у армянских шашек есть свое название – тама. Я даже знаю, как оно появилось. Однажды кто-то не выдержал и спросил у армян, «А где вы шашки сперли? Тама!» – дружно ответили они. Кто там? Не «Кто там», а «Кто тама». Все те же армянские фантазеры, которые, как всегда, хотят себе что-нибудь присвоить. История появления армянских шашек видится мне очень простой. Взяли обычные шашки и быстренько накрутили, что в них можно слегка изменить, чтобы они резко стали армянскими. Старый добрый армянский стандарт-пакет. И у меня сразу же возникла для наших соседей новая потрясающая идея – армянские шахматы. Смотрите, как здесь все красиво расставлено. Пешки на месте фигур, фигуры на месте пешек. Если вы думаете, что это король, то вы ошибаетесь. Это царь. Причем царь-тигран. Вы спросите, как ходит царь? А он не ходит. Он выезжает. И не просто так, а на колеснице. И если завтра индусы начнут шуметь и возмущаться, у армян всегда есть за пазухой их любимый – железобетонный аргумент. Аромамой, клянусь, эту игру ми придумали. А вы потом пришли и все поменяли. Шахматный мир в беспокойстве. Одним словом, уважаемые зрители, не удивляйтесь, если завтра вы услышите про такие древние армянские игры, как «Нолики-крестики», «Бой морской», «Дерево на птичках», «Рубика-кубика». А кто его придумал? Правильно! Рубик-джан! Я так думаю! И в заключении хочу рассказать вам еще об одной армянской настольной игре. Она называется «Армянские карты». Нет, никаких тузов и валетов в ней нет. Правила следующие. На столе раскладываются карты Краснодарского края, Ростовской области, Марселя, Лос-Анджелеса и других городов и регионов массового проживания армян. Вокруг стола собираются армянские историки, географы и политики. И начинают фантазировать. Фантазировать! Всем доброго дня! Играйте в игры, но только не в политические. Они еще никого до добра не доводили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин